Друзья, здравствуйте! С вами Настя. Вы смотрите Конакову онлайн. В этом репортаже нас ждет интересная беседа с главой Конаковского района Олегом Владимировичем Лобановским. Мы поговорим об образовании, благоустройстве, медицине и не только. И сегодня прозвучит много вопросов, которые прислали вы, наши дорогие подписчики, специально для этого сюжета. Олег Владимирович, здравствуйте! Спасибо, что пригласили в гости. Как ваш настрой? Работаем, боевой. Отлично. Начнем с того, что Конаковский район очень большой. В нем 17 муниципальных образований, 6 городских и 10 сельских поселений. У каждого муниципального образования свой бюджет, свой глава и свой совет депутатов. Расскажите, пожалуйста, об этой непрострой структуре, системе управления в районе и как в этой структуре распределяются зоны ответственности? Ну, хороший вопрос часто задают, почему две администрации в городе, района и города. Ну, мы живем по канонам 131-го закона, который называется «О принципах организации органов местного самоуправления», где рассмотрены различные уровни власти. Давайте начнем с самой верхней. Это правительство Российской Федерации, субъектовая власть – это правительство Тверской области. И, согласно закону, который я упомянул, это Конаковский район и поселение Конаковского района. Вот, вы сказали, 17. 17-й орган власти – это как раз администрация района. 10 у нас сельских поселений, 6. В этом законе четко определены полномочия. Также определены полномочия и субъекта. Мы знаем, что у нас полномочия по обеспечению медицинским находится на уровне субъекта. Хотя все лечебные учреждения находятся здесь. Мы, как район, отвечаем за организацию учебного процесса, школы, детские сады, дополнительное образование. В масштабах района – спорт, культура, библиотечное обеспечение. Поселения – это большинство объектов ЖКХ, дороги. То, что связано непосредственно с обслуживанием и с жизнью людей, комфортным проживанием на территории. – Тогда сразу к бюджетам перейдем. Дарья Набатникова интересуется, почему мало выделяется денег в села и деревни. И как глава села может, например, дорогу отремонтировать или еще что-то сделать в селе, если в бюджете всего 100 тысяч рублей. – Наверное, таких бюджетов 100 тысяч у нас нет в Конаковском районе, к счастью. – Обеспеченность бюджетов Конаковского района находится на уровне Тверской области. Конечно, сколько денег есть, их не хватает. Есть бюджеты сельских поселений с большим бюджетом – 100 миллионов. Есть у которых 5-6 миллионов. И, конечно, им труднее исполнять свои обязанности. Я хочу сказать, что любое сельское поселение, ну, там, Завидово, любое, там, Селихово, они являются самостоятельными органами местного самоуправления. У них формируется свой бюджет, который распределяется и готовится, утверждается, с депутатами, которые избираются. И, соответственно, при этом определяются основные приоритеты. Я хочу сказать, для того, чтобы оказать помощь поселениям, существуют различные виды программ. Например, по ремонту дорог – это программа субъекта федерации, то есть Тверской области правительства. Где происходит ремонт дорог с учетом софинансирования. Поселение платит всего 20%, а остальную часть добавляет правительство Тверской области. Губернаторам принято решение, что вот как раз эти полномочия по ремонту будут исполнять район. И мы видим, что мы в городе Конаково 1 мая, Радченко, Старомелково, Новозавидово. Вот в этом году ремонтировались дворовые территории, дороги. Но это носит заявительный характер от поселения. То есть поселения сами определяют, необходимо им ремонтировать дороги, либо какие-то другие мероприятия, которые они планируют. И, соответственно, утверждает Совет депутатов, выполнять в текущем финансовом году. Сами расставляют приоритеты. Да, сами, конечно. Хорошо, давайте перейдем к благоустройству. Евгений Карпачев интересуется, планируется ли в ближайшее время реставрация жемчужины города Конаково, а именно здания ДОСААФ. Так называемое «Ласточка»-то гнездо. Могу сказать ему спасибо за вопрос. Вопрос такой не очень простой. Так как этот объект внесен в региональный список культурного наследия, соответственно, и ремонт могут проводить только специализированные организации. У нас, конечно, много вопросов к тому, кто эксплуатирует это здание, то есть оно сдано в аренду организации, и у него обязанность следить за тем, чтобы оно поддерживалось в надлежащем виде. Но мы видим, что в последнее время, скажем так, старый электроклуб, как он называется, действительно происходит разрушение. Мы сейчас прорабатываем вопрос, но это, скорее всего, бюджет последующих лет, там, 2023-2024 года, где будут составлены сметы, и, соответственно, будут проведены конкурсные мероприятия по восстановлению тех элементов разрушения, которые произошли. Вы сказали, что владельцы помещения должны следить за ним, правильно? Нет. Понимаете, как бы тут, как сказать, есть разделение. Владельцами являемся мы. И проведение капитальных ремонтов – это бремя как раз владельца. А есть арендаторы. Вот арендаторы должны грамотно эксплуатировать для того, чтобы эти разрушения не происходили. Вот Евгений просто еще уточнил, что он общался с сотрудниками здания, они говорят, что администрация не разрешает хоть что-то латать своими руками. Это правда? Я только же сказал, что он является памятником культуры, и там особый статус проведения ремонтной работы. Следующий вопрос от Дмитрия Хохлова. Возможно ли строительство перона для электрички в районе Клокова? Ну, это вопрос федерального вообще уровня. Наверное, должна быть какая-то инициативная группа, которая обратилась о том, что эта остановка необходима. Наверное, подразделения железной дороги проведут исследование пассажиропотока, соответственно. Ведь любая остановка – это тоже затрата денег. Остановка, потом выход, обеспечение, безопасность. И определяют, насколько это необходимо для того, чтобы жители… Если там 2-3-5 человек всего выходят на этой остановке, конечно, это нерентабельно. То есть мне, как простому жителю, нужно проявить социальную ответственность, активность, и в РЖД прийти, получается, самой? Нет, ну, можно через нас обратиться. Мы тогда, как официальный орган, администрация района, обратимся в железную дорогу. Как бы, ну, порядок взаимодействия нам известен. И мы не первый раз, как бы, работаем с железной дорогой. Один из примеров. При ремонте школы номер 2 поселка Новозавидовский было организовано взаимодействие по пропуску детей. Так как там железная дорога, поселок разделяет на две части, чтобы безопасно дети могли попасть в школу. Вот как раз мы обеспечивали то взаимодействие. Ну, соответственно, и таким же путем можем обратиться по поводу вот этой платформы организации остановки. – Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Будет ли строительство железнодорожного пути до речного порта в Макшино? Если да, готов ли проект, где будет этот железнодорожный путь, и не пострадает ли при этом строительство в заповеднике Земской лес? – Ну, в прямую ответить на вопрос этот, честно, не могу. Я знаю точно, что выделены денежные средства правительству Тверской области на организацию строительства этой дороги. Видать, этот проект, он разрабатывается. Он в обязательном порядке должен быть согласован с администрацией Конаковского района. Как только к нам поступит этот проект, мы посмотрим. Скорее всего, будут и публичные слушания проведены по этому проекту. И, соответственно, будем знать, мы будем рассматривать, где проходит, по каким территориям, и какие, скажем так, есть препятствия, чтобы он проходил, ну, чтобы был наименьший урон, как бы, и тем, кто проживает, и, соответственно, тем природе, потому что в Конаковском районе природа – это наше все. – То есть, со своей стороны, вы будете стараться делать все, чтобы защитить заповедник, правильно? – Конечно. Понимаете, наверное, скорее всего, он по заповеднику и не должен будет пройти. – Следующий вопрос от Лены Ястребовой. Будет ли построен мост вместо паромной переправы через Дубну? Она также говорит, что в свое время губернатор Тверской области обещал это сделать к 2023 году. – Ну, будем говорить, что он не обещал. Он говорил о том, что этот вопрос находится в проработке. Мы специально поинтересовались, как бы, на какой стадии это происходит. И вот выяснили о том, что этот мост является такой сложной конструкцией, либо технической, в связи с тем, что необходимо по каналу имени Москвы обеспечить проход судов. А мы видим, какие круизники высокие проходят по каналу. Соответственно, где-то примерно, ну, та цифра, которая у меня есть, это 17-18 метров от глади воды до верхней точки, должна быть для обеспечения прохода любого судна, которое проходит по каналу имени Москвы. В связи с этим выяснилось, что необходимо организовать развязку. Вот сложности возникают со стороны Конаковского района, у нас дорога там подходит, она отремонтирована, и, как бы, мост свое начало должен начинать там чуть не от 2-3 километров, для того, чтобы достигнуть такой высоты, а не было, это что, как горб, как говорится, то со стороны Дубны там существуют определенные трудности. И данный вопрос находится пока в разработке тех, кто будет проектировать или изучает вопрос о рентабельности строения данного сооружения. Следующий вопрос. Подписчики просят. Решите, пожалуйста, вопрос речного сообщения с поселком 1 мая. Или проработайте вопрос автобусного сообщения от парома Топорог до 1 мая. Мы прорабатывали этот вопрос. Спасибо за вопрос. Честно говоря, для нас этот вопрос очень важен. Первый раз за 9 лет, который здесь я руковожу администрацией, никто не вышел на торги для обеспечения вот этого сообщения, речного сообщения. Мы прорабатывали этот вопрос с Министерством транспорта и, скажем, тоже озвучивали вопрос об организации автобусного движения, чтобы можно было на пароме, который ходит от города Конакова до Юрия Девичева и, соответственно, там по дороге до Рождественного, чтобы доехать до 1 мая, тем более, что дорога сейчас отремонтирована, если мы раньше ехали по ней около 2 часов, то теперь это время около 30 минут всего лишь. Но тут тоже опять определенные сложности. Когда пароходик идет, он делает остановки по тем населенным пунктам, которые находятся на берегу реки Волга и Созис. То есть автобус не может обеспечить полностью, он дойдет только до Поповского 1 мая, а в остальные населенные пункты не попадут люди так, как они привыкли. Это тоже возникает неудобство. Понятно, сейчас навигация уже заканчивается, и, конечно, этот вопрос за время подготовки к новой навигации совместно с Министерством транспорта Перской области мы будем рассматривать, для того, чтобы все-таки найти перевозчика, который бы наших людей возил, и наших гостей, многие пользуются этим маршрутом, как неким прогулкой по этим рекам. Будем стараться, конечно, чтобы проработать и исполнить эти обязательства. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Екатерины Ильиной. Можно ли отсыпать обочину и сделать тротуар от деревья Марина до Селихова? До магазина очень опасно идти там. Мы уже говорили, у каждого свои полномочия. Вот, наверное, ей необходимо буквально срочно обратиться к главе Селихова, потому что это Селиховское сельское поселение, насколько я понимаю. И как раз там планируется на денежные средства, которые были выделены на оказание финансовой помощи этому поселению, будут проводиться ремонтные работы. Насколько я знаю, что администрация запланировала порядка 500 тысяч рублей как раз на ремонт. И вот можно обратиться, и я думаю, что администрация услышит. Перейдем к социальным вопросам. В Конаковском районе есть молодежный совет, который функционирует при главе района. И некоторые подписчики думают, что он сейчас нестабильно работает, это и какова его судьба, и как молодежь и власть района и города будут взаимодействовать с ним. Вы знаете, очень хорошие вопросы. Вот всегда, когда я выступаю, ну, бываю публично, да, на различных мероприятиях, я всегда говорю о том, что любая администрация без поддержки населения никогда не справится со всеми вопросами. Вот молодежный совет, он как раз организация, которая должна быть, вот общественная организация, которая задавать тон именно молодежной политики, что необходимо, да, собирать людей совместно для того, чтобы работать и осуществлять взаимодействие между органами власти, там, администрацией города, района, вот, в интересах молодежи. К сожалению, наше общество становится все более потребительским. И активных людей есть, загораются, приходят, начинают работать, и через некоторое время, потому что общественная работа занимает очень много личного времени, вот, как-то угасают. Да, он существует, молодежный совет. Мы, его, как бы, консультацию и координацию работы осуществляет молодежный центр «Иволга». Но, к сожалению, вот таких активных, которые бы могли работать, пока не нашлось. Активной молодежи не хватает. Да, не хватает, нам не хватает, и администрации. Вот, недавно был избран новый председатель, он грамотный, с высшим образованием, работает на ГРЭС, мы очень большие на него возлагали надежды, как бы. Ну, вот, маленько поработал, и как-то вот на спад пошла. Хочу, вот, пользуясь случаем, тем, что мое выступление тоже увидит, и молодежь, а туда могут входить в молодежный совет от 14 до 40 лет. Вот, и обращаюсь к молодежи, будьте активны, приходите, давайте работать в молодежный совет с администрацией. Вот, в Твери, да, там есть правительство молодежное, с которым губернатор встречается, обсуждают, как бы, ну, понятно, там, может быть, возможности больше, но и часто задают вопрос, у нас там чего-то не хватает, мы всегда задаем, скажите, скажите, чего не хватает, потому что вы, молодежь, вы знаете, да, как бы, что бы вам было интересно, время меняется, приоритеты у молодежи меняются, на, давайте работать над тем, чтобы создавать район, город будущего, и совместно над этим работать. Галина Корнилова интересуется, когда обществу инвалидов передадут здание молочной кухни, которое было отремонтировано на бюджетные деньги, но так и не было передано. Ну, да, там проводился ремонт, крыши его провели, ну, впоследствии, когда проводился, крышу вскрыли, и дождь пошел и залили. Сейчас мы решили не останавливаться только на ремонте крыши, а отремонтировать это помещение полностью. 29 сентября будет проходить сессия, где будет рассмотрен вопрос дополнительного выделения денежных средств по замене окон и окраски стен, то есть приведение его, ну, как сказать, стопроцентную готовность. Поэтому мы продолжим ремонт, а в дальнейшем будем решать его судьбу. Ну, то есть ремонт затянулся все-таки из-за того, что бюджет должен быть гибким, да, и все-таки средства в первую очередь направляются где они нужнее. Тогда необходимость была ремонта именно крыши, как бы, впоследствии увидели, что еще дополнительное, еще провести мероприятие, ну, некий ремонт, и, скажем так, у нас появились возможности в связи с тем, что бюджет и экономика района, она работает, и мы получили дополнительные средства, которые с 29-го будем вовлекать в бюджет, и один из них вопросов – это окончание ремонта как раз молочной кухни. У нас очень много объектов ремонтируется, и, соответственно, мы будем направлять туда и на школы, и на библиотеку как раз дополнительные средства. Спасибо. Лена Ястребова интересуется, когда в районе, в городе увеличат газовые мощности, желающих подключиться много, она отправила официальный запрос, и на это ей ответили, что увеличение газовых мощностей возможно только после 24-го года. Это действительно так? Да, я бы сказал, даже на 24-й, там, 25-й, городу Конаково и в Конаковском районе подходят две магистральных газопровода. Один со стороны Питера, с другой со стороны Москвы. И большая часть населения, те, которые пользуются как раз, это московская сторона. И, соответственно, и ГРЭС, это связано с тем, что наша ГРЭС работает на газовом топливе. И, соответственно, потребителей в газопроводе со стороны Москвы гораздо больше, чем. И те мощности, они уже все востребованы фактически. Вопрос о том, чтобы закольцевать и дополнительно пустить как раз, это вопрос Газпрома. Проблема эта существует, мы знаем об этом сроке, и, соответственно, мы обратились, и вот мой заместитель участвовал и в Москве в совещании с Газпромом, о том, чтобы эти строки передвинуть и провести эту модернизацию гораздо раньше. Ну, вопрос находится в Газпроме, в большом, в проработке. Еще один вопрос про газ. Алина Шаламова, мама многодетная, интересуется, что в деревне Марьино газ провели, а у нее в доме газа нет, и никаких перспектив тоже пока что он скоро появится нет. Сейчас это второй этап газификации сельского поселения. Два года назад был проведен первый этап. Прошлый год поселение не заявлялось. В этом году проходит следующий этап. Мы оказали помощь, выделили деньги и средства района, так как в поселении не было и в бюджет невозможно было внести. И проводится на бюджетные средства района, хотя полномочия это сельского поселения. И сейчас проводится как раз прокладка магистральной трубы. Проект еще не закончен. И данная семья не может получить в данный момент. Ну, вот сиюминутный газ. Почему? Просто это магистральная труба. До конца этого года труба будет проложена, принята, принята в эксплуатацию. И потом жители тех сел, по которым прошла вот эта газификация, могут обратиться в Газпром, представители, которые находятся в городе Конаково, Конаковского района. И с просьбой, чтобы им обеспечили подключение как раз до, как говорится, до границы участка. А затем они уже провели то, что они хотят там котел поставить, воду горячую и отопление. Ну, вот такой порядок. Такой интересный вопрос. Почему размер зарплат в Конаковском районе остановился на уровне 2000 года? И что делается в районе для того, чтобы создавать хорошие рабочие места с достойной заработной платой? Ну, в принципе, я могу ответить, наверное, больше за бюджетную сферу, как говорится. Вопрос. Ну, уровень заработной платы, он растет. И мы знаем, что у нас, ну, просто 9 лет назад это было, например, 25 тысяч, да? То уровень средней заработной платы, взять по экономике, он у нас сейчас приближается к 40. Вот, то есть мы видим это, мы видим это по поступлению основного налога в бюджет района, о том, что оно тоже у нас, как бы, превышается. Понятно, что здесь много факторов. Инфляция, какие другие экономические процессы и зарплата там 9 лет назад меньше и сейчас, которая возросла, она, как говорится, нельзя их сравнивать, как бы. Вот, поэтому, но вот по бюджетной сфере, да, вот школы, детские сады, это основное, как бы, вот здесь происходит в культуре доплата конкретная идет от федеральных и областных денег до определенного уровня, назначенная, как бы, мы так вот, назначенный уровень. И достигает, ну, примерно 30 тысяч. Понимаете, но это не значит, что человек на 30 тысяч получает, там, он с этих денег платит налоги, и это средний, мы все время говорим средний. То есть, кто-то получает меньше, кто-то больше, средняя получается вот такая. Это зависит, конечно, от стажа, квалификации, вот от классного, там, чина, у кого он есть, поэтому, ну, зарплата растет. Растет. А что предпринимается районом по поводу создания рабочих мест? Вот сейчас в проработке находится вопрос создания подразделения торжевской обувной фабрики. Я хочу сказать, обучение людей, которые, вот, только обучение, вот, ну, единственное, что момент, сама фабрика находится в торжке, и на время обучения необходимо поехать туда. Там стипендия платится только 30 тысяч. А потом, после того, как появятся специалисты на нашей территории, соответственно, будет и оборудование, и люди будут работать с выработки. Соответственно, хочешь больше получать, значит, трудишься больше. Вот такими вопросами как раз мы сейчас и занимаемся. Почему? У нас, мы знаем, ну, примерно 20% нашего населения района ездят работать в Московскую область и город Москву. Вот, и нам, конечно, интересно наши трудовые ресурсы с нашими налогами вернуть на нашу территорию. Вот, это один аспект экономический. Есть, я бы сказал, семейный аспект. Потому что люди, которые ездят туда, ну, как мы называем, воскресные папа и мама получаются. А нам бы хотелось, чтобы наших детей, наши жители воспитывались здесь, вот, и мы не получали тех негативных моментов, которые, как бы, пробелов воспитания, которые есть, к сожалению. Вот, комиссия по делам несовершеннолетних работает, рассматриваем. И частенько видим как раз, что папа и мама работают, вроде как зарабатывают копейку, но при этом меньше уделяют внимания детей. А хотелось бы, чтобы семьи были полными, работали, жили счастливо и у нас. Здесь, у нас, на Канаковской земле. У нас же зарплату еще и получают серую, да, в конвертах. Тем самым, мы с вами вот сейчас рассуждаем и говорим, как бы, чтобы сделать лучше, в школах, чтобы было хорошо, в городе навести порядок, чтобы в селе, там, можно было тротуар сделать. А при этом те, кто получают зарплату, они, как бы, думают в конверте о себе, но при этом работодатель не платит налог, который как раз должен попасть в школу, в больницу, в ЖКХ. И человек считает, вот, мне там минималку дали, в конверте еще положили, а при этом идет по неотремонтированной улице и возмущается. Понимаете, как бы, тоже плохо. Мы стараемся даже, вот, у нас существует программа поддержки малого бизнеса, где мы ежегодно даем возможность организовать бизнес. Это грантовая поддержка. 500 тысяч на организацию, там, небольшого бизнеса, который, чтобы он вырос. Вот, удачный пример у нас. Например, грант, который получила женщина и пекет торты. Он действительно получился, он развивается. И далее, она купила оборудование и делает. На организацию рабочего места. Тоже 200 тысяч. И в течение пяти лет мы, как бы, проводим эти конкурсы. Сначала вообще люди не верили, спрашивали, вы нам дадите деньги, а что за это нас спросите? Мы говорим, да ничего не надо. Организуйте, отчитайтесь, покажите бизнес-план и работайте. А можно я вас перебью? На организацию рабочего места, это как и бюджетные организации могут прийти вне бюджета? Нет, только бизнес. Только бизнес, да? Только малый бизнес, да. То есть, вы создаете рабочее место, ну, условно, кому-то нужен компьютер, стол, там, касса или еще что-то. Кому-то это необходимо, там, швейная машинка. Это для того, чтобы человек пришел, и у него было организовано рабочее место. Такие. У меня даже справочка здесь, как бы, есть. За время работы, это вот 25 субсидий, 5 грантов. И мы выдали порядка 3 миллионов. 18 субсидий на возмещение затрат по приобретению патента. То есть, вы покупаете патент, это налог, который идет в местный бюджет, а мы вам там компенсируем то, что вы купили. Понимаете, поэтому здесь хотелось бы, чтобы сами и жители были более, как, сознательны. И понимали, что где-то работает, не зря же ввели самозанятых. Маленький налог, как бы, да? Вот. Но отчисления есть. Потому что, ну, так система у любой страны состоит. Что социалка вся на налоги, которые платит население, работающие. Вот. Так хотелось бы, чтобы активно наши жители участвовали в этом. Спасибо. Следующий вопрос от Розы Типухиной. Когда администрации поселения освоят интернет и начнут активно вести странички в социальных сетях, чтобы своевременно и качественно информировать свое население о событиях разных и мероприятиях? Ну, хороший вопрос. Розу лично знаю, как бы, вы знаете, сейчас есть такой посыл и федерального, и регионального уровня о том, чтобы администрации, как бы, работали с населением. Ну, хочу сказать, что у каждого поселения есть свой сайт. Там есть раздел «Задать вопросы». Мы вот в последнее время активно в нашей газете «Заря», кроме того, что вопросы можно задать и на нашем сайте, тоже пишем, что, пожалуйста, задавайте вопросы, мы будем отвечать и в «Заре». Коснемся немного образования. Александра Золотова спрашивает, что конкретно предпринимается для пополнения педагогического состава, в том числе молодыми учителями, ведь старое поколение уже хочет уйти отдыхать. Что для этого делается? Хороший вопрос. Он очень для нас актуален. Вы знаете, как бы, изучая, как бы, вот 9 лет пришел назад, да, и видя, что действительно педагогический состав в таком, ну, серьезном возрасте, я сказал бы, это касается и детских садов, и школ. И, к сожалению, наши ребятишки, окончившие 11 классов, поступают в педагогические институты, но не возвращаются. Ну, мы говорили с вами о том, что уровень заработной платы у нас и в московской, и в Москве отличаются. Мы предприняли определенные шаги, они предприняты и на федеральном уровне. Это есть земский учитель, земский врач. Те, которые приезжают работать вот в такие районы, как наш, да, при переезде получают миллион рублей. При этом 5 лет должны отработать на том месте, куда они приехали, будем говорить. Это и учителя, да, а средний медицинский персонал получает 500 тысяч. У нас, кстати, трое учителей, это вторая Новозавидовская, вторая школа и пятая гимназия, где учителя воспользовались такой возможностью, и они у нас есть. На уровне района мы приняли решение о том, что учителям, которые будут приезжать сюда молодые, будем компенсировать под наем жилья, так как квартир у нас так таково нету. Но чтобы учитель был нормальный, социум ему, как бы, где место жить, вот 7 тысяч мы платим за то, что ежемесячно, за под наем жилья. И у нас даже был такой случай, что у нас появилась одна, освободилась одна из служебных квартир, предложили учителю, он говорит, нет, я буду получать как раз эту компенсацию, для меня это выгоднее. Такой вариант, чтобы привлекать. Затем открыты как раз в наших школах, в двух классах, в которых учатся дети, которые бы хотели стать педагогами. Соответственно, мы проводим профориентацию и уже подготавливаем детей к поступлению в педагогические вузы, с учетом того, что они вернутся к нам. А в каких школах, скажите? Сейчас, секундочку, у меня даже здесь есть справочка. Это пятая школа и седьмая, психологические и педагогические классы. Обучается 35 детей. Это много. И, конечно, хотелось бы к нам прийти. Потом решением правительственной области повышена доплата молодым педагогам, которые после окончания вуза приходят к нам работать. Раньше это было 50% оклада, теперь это уже 100% оклада. То есть, второй оклад они получают, ну, молодые, как бы. Еще раз возвращаясь к вопросу, многие там, когда мы озвучиваем вопросы заработной платы, даже на педагогической конференции, я говорю, что мы достигли там определенного уровня. Столько-то, столько-то. У нас система сама построена, ну, как это говорит мой заместитель, она перевернута. Окладная часть маленькая, а стимулирующих больше. И они поступают к нам из субъекта, и уже руководители наших школ, учебных, детских садов, они на общественном совете распределяют вот эту часть. И она идет на работу как раз с детьми на педагогическую деятельность. И получается, те, кто молодые, как бы, конечно, им надо там повышение квалификации. У некоторых есть там свои даже обучающие, авторские программы. Это все учитывается, и на это, ну, скажем так, накручиваются те стимулирующие денежные средства. И получается, у одного там побольше, скажем, учителя, вот, есть те, которые гораздо выше, чем там моя зарплата получают, как бы, хотя это не свое считание, не считая там какой-то высокой какой-то зарплатой. Как бы это стимул, стимул к развитию, обучению и, соответственно, ну, получению более высокой зарплаты. Такой вопрос про образование Дарья Набатникова. Интересуется, почему первоклашкам в Селихово не подарили на 1 сентября подарки, а в городе Конаково подарили? Ну, это решение, наверное, принимали главы этих поселений. В городе Конаково, наверное, с бюджетом получше. В Селихово, скажем так, победнее бюджет. И, соответственно, даже та помощь, которую мы оказали с нашего бюджета в Селихово, направлена на вопросы актуальные, как бы, это ремонт дорог, там, освещение. Ну, главы приняли такое решение. Есть у нас вопросы и по медицине. Когда в Селихово будет обещанный врач, который проходит практику уже два года? Вы знаете, к сожалению, случилось несчастье. Врач этот, ну, безвременно скончался. И он готов уже был, как бы, окончить эту практику, выйти туда. Ну, так вот получилось. И сейчас совместно и работает и Министерство здравоохранения, и, конечно, наш руководитель, главный врач ЦРБ Дмитрий Александрович Орлов. И мы стараемся где-то, как бы, услышать все. Там даже зарплату сделали выше, чем, например, она в поликлинике в ЦРБ, для того, чтобы привлечь туда. И можно приехать и тот же миллион получить врачу. Ну, поиск происходит, как бы, вот, хотя Селихово, ну, и рядом с Конаково здесь можно жить здесь, ездить туда, как говорится. Вот, ну, процесс вот пока вот так происходит. – Олег Владимирович, как Вы думаете, что нужно предпринять Конаковскому району, чтобы уровень бесплатных медицинских услуг стал высоким в районе? Ну, не побоюсь этого слова, как в Москве, чтобы было. – Надо московскую зарплату врача, чтобы она была в Конаково, чтобы не было такого вот разницы в оплате труда наших учителей и врачей. – Понимаете, ну, у нас вроде как и одна земля, да, и климатические условия одинаковые. Поэтому, ну, я думаю, это, ну, это, конечно, вопрос федерального уровня, да. – Ну, и напоследок я хочу задать Вам вопрос от Артема Иванова. Он спрашивает, планируете ли Вы в ближайшее время покинуть свой пост, и когда Вы перестанете осваивать бюджетные деньги в свой карман? – Ну, если у Артема есть такие сведения, что я осваиваю деньги в свой, бюджетные деньги в свой карман, я ему советую обратиться в Следственный комитет, в прокуратуру, в полицию с фактами, вот. И, как бы, ну, тогда я понесу соответствующее наказание, как бы, вот. Хотя могу его уверить, что ни копейки бюджетных средств, кроме своей заработной платы, от администрации Канаковского района, вот, я не получаю. – А пост? Когда? – А все определено законом. В сентябре 23-го года заканчиваются мои полномочия, которые 4 года назад приступились к исполнению. Все. – Ну, а как Вы сейчас чувствуете в следующем году? Будете выдвигать свою кандидатуру? – Вы знаете, я не задаю себе такой вопрос, как бы, сейчас. – Спасибо. И еще у нас есть даже больше не вопрос, а предложение от Руслана Алексеевича. Готовы ли Вы, по примеру, Путина, например, в «Современнике» собраться, собрать жителей района и поговорить с ними напрямую? Чтобы они задавали Вам вопросы, а Вы отвечали. – Ну, Вы знаете, такая практика, она существовала. Мы проводили и публичные отчеты, и главы, и главы администрации. Пандемийные вот сейчас, как бы, время, 2 года, конечно, не проводим, потому что было запрещено. Только вот буквально недавно мы начали проводить массовые мероприятия. Ну, и так как я сказал, что 2023 год у нас выборный, мы, конечно, предусмотрим такие мероприятия, и я готов и отчитаться, и рассказать, нам есть рассказать жителям о том, что происходит в районе, какие средства, куда направлены. И, конечно, возвращаясь там и к общественному совету, и к молодежному совету, чтобы более активно работали. И вот эти встречи дают и открывают новые направления, куда необходимо обратить внимание как и главам поселения, так и главе района. – Олег Владимирович, спасибо Вам большое за беседу. Сегодня Вы много отвечали на вопросы, которые задали нам наши подписчики. Может быть, в конце, подытожим, Вы хотите что-то спросить наших подписчиков, или, может быть, пожелать им что-то? – А я хотел бы пожелать, Вы знаете, ну, вот сейчас такая пошла бы тенденция, я ее сравниваю как с Украиной, эти фейки там и все прочее, как говорится. И есть люди, которые пользуются возможностью интернетом, да, как бы, ну, и выкладывают туда, ну, там, абсолютную неправду, как говорится, там, пытаются. Вот. Мы это видим, мы понимаем, зачем это делается, тем более, я уже говорю, мы предвыборный год, как бы, все это перед этим готовится, как говорится. И, дабы очернить, как бы, власть, это очень, ну, опасно, этот вот клин между властью и населением. Мы с вами видим, да, где это происходило. Это различные, там, революции, окрашенные, да, там, Тюльпановы и все прочее. Поэтому нас пытаются разложить именно идеологически, вот, сделать потребительское общество, превратить нас в людей второго сорта и при этом говорить, как бы, всегда же, вот, раньше было, комсомольские бригады не говорили, а делали. Знаете, и мы готовы принимать и становиться рядом с тем, кто делает, а не тем, кто бегает и говорит, вот тут плохо, тут плохо, а сам-то ты что сделал, чтобы было хорошо. При этом врут. Начинать надо с себя, да, чтобы вокруг тебя было хорошо. Абсолютно. Если мы хотим, чтобы у нас было хорошо, в первую очередь, нужно уважать самих себя и любить, ну, тот город, страну. Вы же посмотрите, простой, все возмущаются мусор, много мусора, а посмотрите, куда, у нас центр города дома вывозят. Но это явно не туда, да, и люди же знают, что это делать нельзя, и сами везут, а потом возмущаются, что плохо. Так кто это делает? Мы сами делаем. Понимаете? Все, кто тут живет. А если мы будем делать, чтобы было хорошо, чтобы у нас было чисто? Наверное, у нас будет чисто. В Германии дворников нету, каждый за собой убирает. А у нас мы ждем, что кто-то придет, мы мусор вывозим, что кто-то придет и уберет его. Вот у меня пожелание. Давайте любить и свой город, и свою страну, и самих себя, в первую очередь. Многие вопросы, которые вы нам прислали в нашем сообществе, касаются непосредственно полномочий администрации города. Мы хотели задать эти вопросы временно исполняющему обязанности главы города Конакова, Калупанскому Дмитрию Николаевичу, но, к сожалению, он пока отказался давать на них комментарии. И, возможно, в будущем мы снимем отдельное интервью с главой города Конакова. Друзья, подписывайтесь на Конакову онлайн и пишите в комментариях, понравилось ли вам интервью с Олегом Владимировичем Лобановским. С вами была Настя. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!